ребята добрый вечер и сегодня опять ночной влог дело было так 7 часов вечера приблизительно где-то к восьми только поел классно пища усваивается пульт лежит у так на пузе это лениво так переключаю канал и вообще ни о чем не думая просто вообще даже облом думать релакс до релаксируешь и ты так клац клац и тут резкий звонок именно тревожный звонок телефон как на зло лежит хрен знает дед меня я лежу игнорирует думаю сейчас пару это и перестанет звонить опять продолжается этот звонок звонит звонит и звонит релаксировать уже не получается я подрываясь беру цедрю аполлон никогда не звонит вообще никогда не звонит то есть этот человек чтобы позвонил это блин я не знаю и сразу понимаешь что-то что-то произошло угу нихрена себе о секунду русланчик я сразу не долго думая беру алё и он сутру именно просто именно всплеск эмоций что-то неразборчиво что-то тарахтит быстро громко и его подожди остановись что случилось что случилось и он звони туда там это палки кассеты короче туда были всем нашим короче всем нашим говорю кого я не знаю кому вашим звонить кому вашим звонить русланчик успокойся для начала не знаю кому вашим звонить успокойся не нервничай объясни по порядку что случилось сыночек что случилось и друзья и вот что случилось он мне рассказал я просто был в шоке ну пусть лучи вот он это все вам расскажет всем проверить так что же что же произошло почему ты собирал всех наших что ты хотел сделать собирал я уже хотел просто но зачем кассеты палки сейчас уже 2000 блин а ну 21 год на носу кассеты палки газовые баллоны блин ты что зачем это все коллаборацию одному человеку голову хотел сделать короче дело не в том у себя проезжал вечером на район с работы иду такой остается там буквально то есть начало дома мне в конец дома ну то есть длинный дом дайте вот уже никого не трогаем встретил там человечек мы с ним на центре с братиком были братиков встретил братиком мне позвонил это ты я развернись вот он я идем попьем кофе выпили кофе постояли пообщались он со своей девочкой культурно культурно да никого идем не трогаем все вот идет и иду я он его девочка ну вот такая вот дорога вот прикинь вот вот такая вот дорога широкая широкая там можно было два камаза так четыре камаза две туда две назад можно было сплошные или по четырехполосных да но дело не в том виду дворе нет это где а значит на березняках где раньше вот так вот был бывший райдел на тычины сейчас там какая-то пиротехническая служба но дело не в том вижу едет голову на электросамокате курьер курьер это доставщик да я левее беру чтобы ну пропустить его они ушли так как это правее в сторонку ну братик с девочкой ну я так прожимаюсь ну вот тебе проезд я левее он на меня короче я правее он тоже на меня короче но в оконцовке мы с ним вот чуть ли не сталкиваемся он там резко выворачивает руль ну мы короче локтями там соприкоснулись он такая уезжает идти по мне что-то там ты слышь ты пилом это смысле у меня уже начали искры колосники именно начали именно валится именно в голове искры понял не фиасе ты голова то ты дура ты мне это ну тормози он так проезжает метро два ну вот когда березы где-то понял останавливается говорит да тебе да у меня в руках такая несу для мой для для стекол такая типа как свобочка на ней металлическая такая ручка понял вот она новая я подхожу к нему бах его именно сюда где-то в район глаз да это швабры же пункт у меня замкнуло дело да я иду никого не трону все равно там пластмасса вот это звук слышал нормально я во второй раз ляп это ручка короче улетает а как раз тогда же было понял погода дождь прошел и лед замерз но лучше он что-то выпрыгают кидает свой этот самокат на меня а подожди а вот эту сумку главу а у него чемоданчик такой сзади сзади да не снимает не что не за черепашка они никогда не снимают они именно прям вот самокат кинуть сумку не сумку никогда там видно что дела у него были чьи-то заката они он домой уже ехал потому что мы потом уже расскажу он короче кидает этот самокат и мне только в каше приемник сразу какой-то боевой глава его и дом меньше меня но он такой крепыш вот это вот это что натертую да вот это вот синяк уже нет куни не это не откуда я не знаю кого такие признаки короче кури я не видеть делать куни натереть все бороды придумать такую головскую движуху ну красавчик спасло именно да короче ну меня сразу так раз бах а ну покажи как ты так показал а тоже в темное время суток но я не вижу его короче он меня так бах я падаю да да я падаю от удара в бороду ты от удара я вообще спотыкалась короче я падаю он убил тебя это я хочу сказать шуха люди хорошо что мы не ставили ему еще зубы да он бы мне их выявил короче я падаю так получается что он на меня сверху ну и короче я слышал мне в губу бах вижу я думал сначала моно заточка какая-то у него зажива короче он меня какой-то хуй начинает долбить я понимаю что он что-то долбит таким ну ключом я уже потом когда услышал чем правит прямо тебе отсюда в шухлядку ключом сюда сюда у висок короче набил ничего чеснок короче но я когда уже его подворачиваю встаю джиу-джитсу включил его подыма да его подыма вместе с этим ящиком и так только ляп а он не ожидал этого он стал что-то смотрит рассматривает я его ляп у меня телефон чувствую улетел второй раз я его начинаю так он прокрывать его ногами туда именно ба ба начинаю в требуху до седой хоть текало это такой вот это мне нравится но либо сейчас я либо ты оттопырится с двух одно у меня тоже так стоит что-то это и вот вот это у него сработало меньше 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 у него сработало типа сразу видит что он уже меня не ну никак не возьмет да не везет он типа сразу хай братуха подожди начал проситься да тут уже короче люди идут снимать и получу давай киев оперативный оперативный сразу и тут просто снимать и решу вы снимаете мы сами разберемся но ну и все подбегает братик разбороняем все это время братик был братик стоял это смотрел наблюдал потом уже решил короче когда уже начал ну нормально уже пошел именно я уже пошел его ногами туда нормально попадаю и тут происходит вам не какая-то знаете ну я не знаю мужа я уже отошел жалко мне его стало я так стою смотрю стой подожди вижу у него глаза такие короче они как-то у него округлились синие и так вроде вывернулись балкон набил я я смотрю просто говорю подожди а у меня а у меня здесь с губы кровь на курточку у меня курточка черного то синтепону так вот вывернула короче рукава нету он где-то тут внизу уже короче на лоскутках висит синтепон анима я еще отрывает от синтепона с этой штамме с курточкой сделаем короче с тебя полез синтепон аж до полезу там он побился телефон короче думаю же а я покажу сейчас телефон развалился телефон да но мы когда падали я его iphone вообще вдавил в этот там бордюр нет но мы когда падали его телефон под мой улетел короче а его подворачивается но мы уже потом когда приходим себя именно стал катал в асфальт и вкатал вообще асфальт он чуя жинцы там скажу а я это твои проблемы ну нафиг ты мне говорил такое ты ну ну глаза у тебя глаза у тебя губа я губа моя по сравнению с твоими глазами это так прошел ваткой за это самое ну заспиртовал и всего ну мне реально стало я смотрю как-то я ему понабивал глаза эти этот подходит бат играет я издалека услышал как ты ему начал попадать такие звуки жесткие говорить ну короче но все я могу круче давай так ну что не бывает между мужчин знаешь давай только без ляговых а тут как раз стоят ляговой там я бывший рай дел там пиротехническая служба там что-то не стоят подходом курят ну это же я говорю слушай сейчас если нас принимают губа сяну протензий друг другу нету он до базара нема то все там порядочный главе да а стану мир телефона я свой там созвонимся на выходные сша ну чисто по-мужски выпьем бутылочку две займем это все дело ерунда вопрос но пока под вопросом все дальше еще терцбелла продолжим терцбелла жесть был именно но я тебе базар вот так вот но для меня что самое было удивительное что идешь никого не трогай но если раньше где-то по молодости шел целенаправленно сам искал короче жертву знаешь ну а тут нашелся такой знаешь смелый углову кстати боевой боевой углу да не 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 я его не трогал он там что-то на этом электросамокате там слышь там это да я глава там это да ты чё иди сюда я развею твои фантазии вот эти бурные и сюда малой ну слышишь ну как ты думаешь может быть ты не подумал что может ну вот прикинь это у нас жизни вот этой собачьей знакомства говорит когда уже нас растянули он такой говорит я ну вот нафига ты вот я шел домой с этой шваброй швабра поломана в садик там где-то улетела дело не в том я говорю слушай зачем все это надо было вон меня клиенты так что глава вы подумайте над своими работниками клиенты им за день выматывают мозги отрывают колпак да у них накапливается злость агрессия на и вот это депрессия депрессия всплеск происходит эмоций я попался тем человеком на котором он решил отыграться ну выплеснуть эти эмоции когда мы уже стоим у него глаза разбиты он уже ну все хорошо эмоции выплеснул ты хоть выплеснул вот это все бурю вот этот вулкан он говорит ну да я говорю ну видишь каким образом ну минус айфон побитые глазки жене короче я не знаю что ты будешь рассказывать за iphone за подарок за этот ну ты выплеснул за выплеснул минусе тоже ну и я в минусе да . и швабра а швабра что блин а швабру я короче восстановил брать до восстановил швабру ну новую или ту сделал ту сделал но там чуть кончик надогнулся но это нормально тем более брат видел но сам факт что я проехал домой же попросить курточку у брата брат улыбается естественно но он понимает сам в первых драгах бывал но дело ж не в том но когда меня увидела мама ты не можешь бастер ты опять за свое короче ну я даже не успел слова сказать но я уже оказался виноват конечно я для мамы окажусь виноват потому что ты же всегда был зачинщиком ну да видишь ну ты еще не достаточно прожил бы на встрече доверия не не нажил так сказать как бы не повзрослел еще в маминой глазах сто процентов ну вот это о чем мы с тобой говорили да серёжа александрович когда ты устроился на работу этим экспедитором вот расскажи вот сейчас свои вот по быстрому как бы ощущение есть такое ну то есть это гладь ложит человека это как как агрессию ему и где-то как-то прививает к ней конечно ну во первых ну задение попадаются разные люди знаешь и бывают такие вот как обычно когда действительно человек что-то себя представляет у них пафоса как ну поменьше реально а вот это который засаленная тупо какой-то живут чепуха голимая он там с пафосом знаешь там с каким-то и ты за день ты реально становишься зол понял на все на всех потому что неблагодарный труд вообще просто это подавляет она подавляет вы личность конечно твою ну ты как именно должен сдерживать свое эго подавляет твою эго и не то что сдерживает она уничтожает и твою эго и потом под конец дня ты чувствуешь себя ээээ и не знаю именно животиной какой-то вообще просто таким да я не то речь живут ну кое-то каким-то животным что просто вот так вот произошел конфликт на равном месте он едет на этом самокате офигевший день закончился еще там по ходу жена может там что-то Прикинь, тут попался и думает, о, нормальный экспонат, жертва, жертва, галимый манекен, вот это я ему сейчас, иди сюда, и тут он чуть-чуть, ого, не рассчитал, в шоке, понял, что манекен довольно еще ни хрена себе, может еще. Он же не знал, что этот манекен подспрыгнул, красавчиком стал, на седом чуть-чуть потренировался, скажи, мы тебя тренировали по боксу, тебе что-то дало, вот это, тренировки несколько? Я уходил от его удара, вот он, оп, ну вот как в хитропарке, да, я уходил от него, вижу, вот так руками машет, думаю, ух ты, отложилось у тебя в бане, да, оп, ушел, оп, да, держи тебе, малой, блядь. То есть, пользу какую-то-то ты, хоть и не подрался с этим, да? Усвоил, да, усвоил, да. Вот, видите, друзья, бокс дает пользу, даже несколько уроков, там сколько мы с тобой, пять провели. Там в чем было, знаешь, прямую, в том, что ты был готов уже, ну, к поединку, а здесь ты не ожидал, что сейчас ты покажешь себя именно, вот. Не, послушай, ты готов к поединку, если тебя уже послали и обозвали петухом, так грубо говоря, мягко говоря, то уже будь, да, и ты говоришь, кто сюда, то уже ты должен быть готов. Уже я готов тогда был, да. Да, а вот мне интересно, ну, а что бы ты смог бы сделать вот два года назад, там, или там, когда, когда ты был, вот, прикиньте, только вот в этих резиновых штапулетах, и бы найдешь. Ну, я бы ему раз выкинул ногу, этот тапочек бы слетел, я понял, что мне надо вставать на лыжи, блядь. Нет, ты бы раз выкинул бы ногу, и у тебя бы ты подвинул бы ее нафиг, ты бы, ты бы хромал бы потом эту ногу. Да, да, он бы меня, вот, вот, именно вот этот человек-то, да, его телосложение, ну, да, он бы меня трепанул бы нормально. Так ты же еще и на стройке сейчас чуть-чуть привыкший к нагрузкам. Ну, да. Нет, конечно, что мы вообще хотим сказать, ребята. Да, глобовцы. Блин, вообще глобовцы, кто-либо, мы понимаем, ну, вы, по сути, сами пошли, каждый выбирает сам свою профессию, работу. Иногда бывает жизнь загоняет в рамки и тому подобное. Мы думали, вам там бабки будут рекой течь, а бывает такие, попадаются клиенты, да. Бывает жизнь загоняет в рамки, в рамки, непонятно. Но если вас уже загнала жизнь, и вы уже оказались там, вот, на такой работе, которая под вечер вас где-то, ну, вот, подавляет, то старайтесь выплюскивать эмоции какие-то, ну, где-то лучше, там, в тренажерную грушу возьмите, там, или еще что-то, потому что это страшная фигня. Да, может, события, блин, ну, прикиньте, пострадал бы, так мало того, я еще пострадал от этого всего. Вот, прикинь, цепная реакция какая пошла. Пошла, да. Я релаксировал себе, никого не трогал, я вообще даже на улице не был. И то зацепило. И то меня зацепило этим осколком, блин. Нет, так во мне бы, знаешь, начало так, главу, я обращаюсь именно непосредственно к главу, вот этим доставщикам. Сотрудникам. Сотрудникам, доставщиков заказов. Ну, если у вас происходят за день какие-то непонимания, нервные стрессы, вам там отрывают колпак клиенты, вам хотелось там больше заработать, и вам сказали, пошел ты. Ну, естественно, надо отлаживать. Не будьте животинами. Потому что за такое отношение можно попасть. Да, один может втеряну. Да, один может зарезать просто, вот зарезал. Ну, я не знаю, как бы, ну, мне этого человека стало просто жалко уже, знаете, после того, когда я накидал ему именно ногами, руками, мне его как-то стало жалко. А другой может зарезать, да. За эти слова. За эти слова мой. Нет, а здесь вот тает, именно вообще, люди разные есть на самом деле. Каждый, другой может просто вообще не обратить внимания, пойти дальше. А другой может, блядь, вот этот самокат впихать, просто, блядь, именно впихнуть его в это чело, засунуть именно этот самокат. Это серьезные вещи. Если тебя это напрягает, работа, ты чувствуешь, что ты постоянно на взрыве. Вот как я был, когда я работал. Вот у меня произошло. Я чувствовал, да, я чувствовал, что я все, я как мыльный пузырь, я надуваюсь, и я вот на взрыве постоянно. Именно эмоционально, я был эмоционально очень... Не стабилен. Да, не стабилен, эмоции зашкаливали. Я просто, ну, все, я ушел оттуда, потому что, ну, я не хочу. Так же и вы, ребят, если вы чувствуете, меняй работу или переключись где-то. Это, ну, ненормально, потому что, ну, печаль. Горе может произойти. Ну, все это на сегодня, все, что мы вам хотели донести. А потом жена будет, блядь, там, и... За айфон этот. Он, он, эту рабочую разруску, всплеск эмоций, выписал на меня. Ну, он понимает, уже идет домой, что ему жене, говорит, за этот айфон. Он понимает, что она сейчас его будет гатить до того, за этот айфон, блядь. Так ему, ему в Глово, чтобы айфон купить, ему надо именно... А теперь, слушай, сюда, обратился к нам один Гловец. Ну. Я говорю, там есть один дерзкий штемп именно такой напихал мне. Мы решили Гловцу этому помочь. Понимаешь? С Гловами, смотри, блядь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!